Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Эй, Виталик! Виталик, ты рядом, да, я думаю? Подходи сюда, если что. Мишаня, салют, брат, че, че ты как? Ха-ха, сука, пиздец. Виталик, ты офф, да? Ну, окей. Че ты, Мишаня? Че ты, Мишаня? Конечно, возьму с собой джойнт хоть в ад, возьму с собой даже два, братан. Почему ты не думаешь о рай, братан? Почему ты не думаешь взять джойнт в рай, блядь, а ты сразу в ад? О, Каташи Рэд, Каташи Рэд, вот это у тебя погоняло, бро. Брачо, 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 салют. Суп. Бля, ну, Каташи Рэд, ты, конечно, меня удивил, это реально охуенная погоняло. Смотрю на тебя и понимаю, че ты в раю нам желать нехуй. Ну, не знаю, братан. В раю не надо вообще поджигать тоже. Будет забавно, если, короче, я веду прямой эфир, и тут, короче, меня хапают копы. Просто там документики там ваши, вся эта хуйня, было бы забавно. Нихуя. Каташи Рэд, ты еще с нами? Каташи Рэд, я биты делаю, оу, мэн. Че за биты ты делаешь? Погоняло у тебя вообще охуенно, я не знаю, че там у тебя за биты, но погоняло у тебя уже крутое, то есть у тебя есть все для того, чтобы, ну, взорвать. Благо, ответь на вопрос, кого послушать с запада. На прошлой трансляции ты не успел, я помню, да, прошлую трансляцию, когда просто у меня сел телефон в тот момент, когда я че-то там важное пытался рассказать. Про запад разы пытался че-то сказать, я уже даже не помню, ну, по-моему, я ответил на тот вопрос. С запада кого послушать? Бля, ну, послушай Under Achievers, Flatbush Zombies, если ты не слышал о них, а если слышал, послушай еще раз. Дерьмо с тобой? Нет, у меня не бывает дерьма вообще. Привет, помнишь игру, в которой я выиграл про ЧАЭС? Братан, это, походу, была очень бухая затея, да? Нет, я нихуя не помню, сорян. Напомни. Шо у тебя с зубами? Дядя, да ты шо? Дядя, да ты шо вообще, дядя? Да ты шо? Flatbush Zombies, бля, это пушка, бра. Ну да, братан, просто, ну, я могу выделить только вот такие группы. Flatbush Zombies, Under Achievers, Asap Mob, Space Ghost Purp, Black Money Boys, Black Kray, Got Money Records, а то они уже распались. Ну, бля, я даже не знаю, мало сейчас трушного музла так-то осталось, но мейнстрим тоже как бы сейчас нормально ебашит, поэтому... Поэтому... Блан, что там твой кустарник растет? Спасибо, братан, нахуй на вопрос, как про моих детей спрашиваешь. Да, растет. Когда уже зубы сделаешь, блядь, вообще не думаю об этом, парни, вообще не, о другом немного думаю. Я тебе биты свои кинул, написал, если не послушаешь, проиграешь. Возможно. Be white, MF. MF, Be white, Metal Face, Be white. Be white, Be white, когда трек новый. Братуха, привет, как дела, сейчас все ровно? Да, сейчас все ровно. Но всегда, в принципе, было все ровно. Есть движуха в СПБ? Фото, скинниш. Кстати, его уже пересаживать надо, подгибал его, да. Да, знаю, скоро пересажу, думаю, завтра. Да я так к нему отношусь по лайту, знаешь, я вообще как бы на него иногда внимания даже не обращаю. Он просто как фон, знаешь. Я на него никакие надежды даже не возлагаю. Мне кажется, что это вообще хуйня какая-то будет. Но, возможно, что это будет пиздатое, что из кхую поймешь. Но это просто как, этот, тамагочи, знаете, домашний питомец какой-то у тебя есть, типа. Когда треки подбит Сейсуна. Сейсуна. Блядь, что-то вспоминаю такое. Что-то, что-то вроде, да, Сейсун, Сейсун. Что-то я вспоминаю, мэн. О, люблю тебя, благо. От души, братан. Как тепло ты написал. Как ты меня любишь. Спасибо тебе большое. Главное не перелюбить. Базаришь. Любовь к артисту такая штука, знаете, она двоякая. Сегодня ты любишь, завтра ненавидишь. Сколько раз уже такое бывало. Вот мне сегодня нравится одна группа, завтра нет. Я начинаю, ну, не то, что ее хейчу, а типа, ну, как-то так уже о ней отзываюсь. Да, это хуйня. Поэтому, блядь, от любви до ненависти. Дензел Керри сейчас хайпает, сечешь. Дензел Херри хотел сказать. Дензел Керри, в принципе, нормально, всегда хайпал. В своих кругах. И даже иногда, иногда даже не в своих. Он же на World Stars в KipHap всегда был, его клип. И, как бы, в принципе, он хайпает всегда. Сейчас у него просто новая волна пошла. Многие рэперы сейчас, наоборот, затухнут. А многие на второй волне вылезут. То есть, это, естественно, отбор. Это как черепашата бегут до океана, блядь. Такая же куня. Слышал новый альбом Рамиреса. Бля, братан, я Рамиреса последний раз слышал года два назад, наверное. Вообще, что-то о нем перестал думать. Потому что какой-то он звук делает один и тот же. Вон, мусора поехали. Мой пидор. Дензел Керри сейчас хайпается. Чешь так, это я еще раз читаю блангу. Фонг любишь. У меня есть Кент, битмейкер с Рашки. Такое охуенно. Девил щит ебашит. Братан, мне сейчас не очень интересно делать фонг и девил щит. Мне интересно делать что-то более, ну, как тебе сказать, что-то более качевое, короче. Вот. Не обязательно более лайтовое, но в плане битов более качевое. Вот. То есть, сэмпл может быть самый адский, но звучание, как бы, в этом дело. Так, могу скинуть, так, извините, здесь кто-то... Ты послушал... О, Мишана спрашивает. Ты послушал Дензела новый? Нет. У него же вышел, да, там, недавно альбом? Нет, я послушаю. Ну, мне... Я понимаю, что там будет. Ну, не спрашивайте, пожалуйста. Мейнстримовое. Ну, это... Так, ты хочешь сказать? Мусора пидоры клеят наклейку Хаунтед. Послушай новый альбом Рэма. У него там есть новые треки с новым звуком. Вот, честно, я не то, что мониторю там всю эту хуйню, но... Вот, типа, Рэм, это же типа Сит и Рэм, правильно? Вот эта вот хуйня, которая под сэмпл Продиджи делали трек, да? Ну, давно еще. Ну, короче, не суть. Я послушал, попытался послушать их альбом, его, то есть, альбом. Бля, ну, вообще, я не знаю, мне вообще не вкатывает такое звук. Ну, блядь, это... Там сведение даже хуевое. Бля, я не знаю, как это назвать. Правда, меня это не прет, короче. Я не вижу в этом там какой-то, ну, прикола какого-то в этом. То есть, не знаю, что вы там увидели в этом, правда. Благо, тебя, наверное, уже заебали с этим вопросом. Ну, откуда у тебя фингал? Да просто так, блядь. Уличная ситуация, блядь. Ничего такого вообще обычно. Ничего такого сверхъестественного. То есть, просто финиш, шот, он уже проходит, все ровно. Ты купил пару битов у Сэйсуна. Он сказал на альбоме будет. Я ничего не покупал ни у кого. Я никогда не покупал битов, братан, о чем ты? Просто я помню имя Сэйсуна, но я ничего не покупал у него точно. Я помню, может, он что-то мне скидывал. Благо, что случилось у вас с Кизаро? Гоу, фит. Ну, гоу, фит. Кстати, насчет фитов. Просто многие спрашивают там, что-то типа за бабки сделать фит или сделаешь что-то со мной фит. Блядь, сделать фит, чтобы сделать фит, это нужно, чтобы музыка совпадала хоть как-то. Блядь, у меня даже с многих своих знакомых чуваков не совпадает музыка, я не делаю с ними фиты из-за этого. Хотя я их знаю там по 5-10 лет, и они вроде нормально ебашат, но у нас никак не коннектит музыка. Вот и все. Чтобы сделать фит, нужно, чтобы было максимально близко по звучанию. Вот весь секрет фитов как бы. То есть, а за бабки, кто пишет фиты за бабки, я вообще даже не знаю, как так можно делать. То есть, ну, ты даже, то есть, понимаешь, что трек может быть говеным, но бабки это окупит. Охуеть, вот это просто психология. Ну, Данира Фарар давно как бы оригинально делает. На самом деле, очень давно. Уже года 4 как. У него много тем таких нестандартных. Он сначала, типа, такой, как пастор, выступал как пастор у первого альбама. Ну, типа, он учил жизни там нигеров, да. Потом у него там хардкор какой-то бывал, знаешь. В итоге, короче, он очень нестандартный нигер. Туз. Когда трек «Бонги-бонги, делай ноги». Что это за трек такой «Бонги-бонги, делай ноги»? Мне кажется, это какой-то потенциальный летний хит новый, да. Кто-то сейчас, может быть, подхватит эту идею и там сделает. «Бонги-бонги, делай ноги». О, боги. Ну, хуй знает. Когда очередная бомба с Сапой. Когда новые работы, а я же их укурнул. Круто. С Сапой будут новые работы, 100%. Не знаю, когда только. Так что «Бонги-бонги». Мне очень нравятся, нормальные темы задевают. Ты про Денира Фараро, наверное, да? Ну да. «Бонги-бонги, делай ноги». «Бонги-бонги, делай ноги». «Эй, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн». «Локо-ог-року». Знаешь? «Локо-ог-року». Нет, бро, не знаю. Когда эпишка обещанная до конца лета, парни, обещаю, доделаю. Я стараюсь доделать. Просто не все идет так, как хочется. Быстро. Привет. Новый альбом «Муравья». Как, я послушал новый альбом «Муравья», только один трек я послушал, ну, с Кизару, короче, новый трек. Вот, это единственный трек, который я слушал с альбома «Муравья». Вот, и по этому треку я могу сказать, что, ну, наверное, средненький альбом. Хотя, куплет «Муравья» в порядке. Вот, делайте выводы. «Никто не знает, где нас можно найти, мой телефон не принимает звонки». Шарик, мэй. Сегодня мои зраки будут так... А, как тебе треки. Планы на август. Планы на август такие же, как на июле, на июль. И на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Март, апрель, май, июнь, июль. Август. Август. Так Кизару взял старый трек. Двадцать четыре на семь. Сто шестьдесят восемь. Ну, если умножить. Как тебе клип «Фефа 69»? Блин, ну, забавный клип, на самом деле. Ну, прикольный клип. Заебись. Вы слышали, да, что его лук, короче, на все три... Ну, там у него три лука, короче, в клипе. И они... Общая стоимость, короче, тридцать тысяч рублей. Охуенно, блядь. Там в основном все «ЛДД Фьючер», типа это Тайлера, фирма, и это вся стоимость всех его трех луков, блядь, тридцать тысяч рублей. Вот за это, как бы, я его, как бы, начинаю уже... Ну, не то, что уважать, а просто, ну, это прикольный момент, то есть. Все, в основном, пытаются, там, в клипах выехать на шмотках, там, Гуччи, Луи, блядь, вся хуйня. Он просто взял, одел лук, блядь, три лука на тридцатку. Охуенно, мне кажется, это нормальная хуйня. Дело же не в деньгах, как бы. Ты решил двигаться в новый звук? Да нет, не в тот звук, о котором ты думаешь, правда. Новый звук, он уже давно, я уже давно в нем двигаюсь. Я не один год уже в нем двигаюсь. В новом звуке, смотря про какой ты новый звук говоришь. Когда съездить за границу, отдохнуть, бля, я даже не знаю. Ты будешь мириться с Олегом, или все уже разладно всю жизнь? Скидываем бомбы, летим, в атаку твой стиль, залупы. Ты похож на лети Гагу, если слышишь эту, сука, молись, Аллаху, бегу. Мимо мусоровых, быстро, мигают на очевидку. Ты вспыхнула искра, никогда не был, бля, крысой. Когда еще один выстрел. Сегодня мои зраки пустые, мы закинули по три, но ей хватило бы одной. Так, здравствуйте, есть Артем из Украины, он твой главный фанат. Я даже не знал, что есть какой-то Артем из Украины, который мой главный фанат, но в любом случае, это круто. Он даже на тебя похож. Слушай, да много людей на меня-то похожи, в принципе, да на каждого, ну, блядь, не знаю, на что каждого. Да много людей на меня похожи, братан, поверь мне. Вот, вот сейчас кто понял, и что мне, тот понял. Много людей похоже на меня. Будешь еще татушки бить? Я буду добивать, по крайней мере, блядь. Бить, не знаю, буду, конечно. Куда я денусь-то от этого? Подпишись по-братски. Братан. Ну, братан, видишь, я тебя уже назвал. Значит, уже должен, да, подписаться по-любому. По небратству какой-то, хуй знает. Сколько у тебя татух на данный момент? Блядь, да у меня полторы татуси на данный момент, цена, полторы. Вот это вот одна, и вот еще здесь, но она недоделанная, блядь. Я должен был сегодня ее добивать, в итоге. В итоге я так себя хуево чувствовал, что не решился на такой экстрим. Потому что это по-любому экстремальная ситуация. Ну, на шее бить. Если вы понимаете, о чем я. Пой песню свою, благо снимай клип. Так, когда новые работы, что за скрытие? Да, ничего никто не скрывает. Я готовлю EP. Братан, всем для тебя говорю. Если буду делать мясо, как тебе на оценку показать? Да, хуй бы знает даже. Подмываешься, ю, аудиторию подтянешь. Хуй бы знает, что ты что. Благо, ты будешь делать зубы? Вопрос без шутки. Ответ без шутки. Я не буду делать зубы. Когда у меня будут деньги, тогда сделаю зубы. Я не думаю об этом. Бро, правда. Серьезно. Я понимаю, что у меня будет лишний полтинник в кармане. Я займусь этим вопросом. Но пока что я серьезно об этом даже не думаю. Может, и думаю, как бы, блядь, да? Что так, может быть, будет и лучше. Но. Это не важно для меня. Кто-то говорит, ты говоришь, 90% мусор вкидывают. Так было всегда. Просто, блядь, вопрос, знаешь, в каком состоянии я. Если я в нормальном состоянии, я вообще даже не выхожу в прямой эфир, на самом деле, если честно. Часто трезвый. Да, я очень часто трезвый. Очень даже часто. Так, охуеть. Первый раз у тебя на трансе атмосфера вообще нормальная. Блядь, даже не знаю, как это воспринимать. Наверное, что-то меняется в лучшую сторону, да? Похуй на то, что все было хуёво. Ты чё стоишь-то все? Да все, я уже иду. Меня заебало стоять. Я так никого не дождался в итоге. Блядь, вы чё, ебланы, такие вопросы. Так, этот, наверное, ты не меня спрашиваешь. Я, походу, не там стоял просто. Классная, кстати, атмосферка. Атмосферка чисто районная, пацаны. Чисто на районе. Мне даже не так одиноко себя ощущать на этой улице. Видите, ни одного человека нет. Кстати, реально. Только тачки ездят иногда. Вопрос про сколько тату убил. Сколько тату? Да на туре полторы, бро. На туре. Да если это тоже половинка. Похуй. Тогда целая. Вы все говорите атмосферная трансляция. А я даже не знаю, почему она такая атмосферная. Все как обычно вроде. Блок, мой холодный, баллад мой. Блок, мой холодный, баллад мой. Блок, мой холодный, мой блок. Ссука, текут видео мы попали под дождь. е-е-е не, Виза, кстати, я не слушал я хочу послушать Без Халифа новый альбом проебался, не послушал я же слышал первый paper plane еще давно, в каком он там году вышел вообще, там пиздец, блять, по-моему, 2010 или 2011, первый первый paper plane, или 2012, напомните мне ну, короче, не суть, это крутой был альбом, как бы, Виза Халифа решатель, как бы весь новый стиль, который есть, обязан ему, как бы, тоже, но многим обязан ему тоже, как бы, заодно paper plane то есть стиль Виза Халифа это реально smoke shit, это currency, Виза Халифа блант рэп такой скрученный, вообще его невозможно слушать на трезвую голову, как бы да, это мой шаттл под потолком что я еще в бокале, кроме алка со льдом, это дерьмо играет со мной порой играем со злом да, не будь он на свое возьмет три, два, один, не один за одним мой сплив тяжелее плит пирамид курю этот мир, но только если бросить крутить, то планеты сойдут с орбит мой план бумеранг поленый ленивый переходит по рукам блядь, из русских рэперов с кем контачишь, да блядь, мэн со своими просто знакомыми контачу, они, так получилось, что они все русские рэперы, и вот так получается короче а так, как бы, с мейнстрима у каких-то людей, то я не, ну, мало кого знаю правда курю этот мир, но только если бросить крутить, то планеты сойдут с орбит а поэтому не бросать и крутить, короче а то планеты сойдут с орбит вот такая хуйня ахахах в каком стиле битов кинуть, братан я не знаю, как его определить даже кидай какие у тебя есть самые пиздатые что, где концерты а то жизнь летит, а то жизнь летит но не стоит глупить, это люди без лиц мои парни, оставь тулеек, не оставь тулеек а то жизнь летит с украинских рэперов, вот вы все, ну, типа, с кем я контачу с украинских рэперов парни, по-моему, отвечал на прошлой трансляции, что я вообще никого не знаю с Украины пока мне кто-то не подсказал про Роузи 0.44 но я как бы с ним не контачу поэтому давайте скину охуевший чиловый бит да, скидывай в контакте посмотрим, насколько он охуевший и чиловый я надеюсь, что ты прав охуевший и чиловый бит, бля, вот интересно, бля, наверное, это круто, да? я надеюсь, так и будет, как ты говоришь ну, вот, на самом деле, когда битмейкеры, ну, говорят, что, может быть, тебе не подойдет на самом деле, тебе это, возможно, не подойдет да, бля, на самом деле, нету определенного же стиля какого-то нету же определенного вот какого-то направления, да, то есть все что угодно может подойти дело же в настроении, дело же в атмосфере, правильно, дело вот в этом, наверное они там в каком-то квадрате замкнутым да то есть там твой стиль и ничего больше туда не пройдет да ну нихуя на самом деле нельзя так зацикливаться на чем-то одном и там то есть любой бит может подойти вообще в любом направлении в любом стиле блять там от а до я короче на улице жарко уже прохладнее намного чем был не охуевший а охуевший чиловый все я понял охуевший чиловый хорошо кидай все окей там уже посмотрим какой он охуевший чиловый или охуевший или чего охуевший вот такой вот чисто круг такой хотел бы фитонуть стимати да да я очень я каждый год езжу на кастинге blackstar вот каждый день каждый день хотел сказать езжу на кастинге blackstar прикиньте кто-то каждый день ездит на кастинге blackstar блять каждый день так подписать чтобы ты прочитал вот именно так привет бро николай бро да я читаю братан я то что вижу тут что я правда не хочу там не хочу пропускать твои сообщения заебал о чем мы там говорили ты скруджи я скруджи я не я бы хотел фит со скруджи как бы и он бы назывался макдак ну трек назывался бы макдак идиотская да шутка очень что за щеглы орут показать тебе смотри он там где-то пидоры орут какие-то непонятные ну там непонятки происходят короче какие-то непонятные ребята вообще смеются заливаются ты круджи но мне не нужен птица скруджи благо это такое качество на айфоне и стримишь я на самом деле стримлю с 5 айфона просто с 5 айфона ему дохуя лет уже поэтому видите как он хуёво как бы делает шутка зашла ну я рад как бы что она зашла удобрил кстати свой сканк репеном шишки должны стать больше и плотнее это будет завтра сфот я тебе пришлю завтра его братья на тебя пришлю завтра его во всех ракурсах если ты хочешь и посмотрим уже там что будем делать с ним как относишься к очень сильной популяризации рэпа каждый школьник который имеет опыт в неделю записывать свой кал на микро и думает что заработает бабла ну пускай записывают пускай думают эти заработают значит они все правильно сделали если нету чем-нибудь другим займутся мне кажется ничего плохого там нет плохое то что плохо то что нету оригинальности то есть в этом нету никакой изюминки там нету ну каждый похож на каждого то есть все люди с личностью куда-то ушли то есть они делают одно и то же да я не считаю что плохо что каждый начинает этим заниматься я считаю плохо что каждый хуёво это делает вот в этом проблема какая-то на самом деле одинаково в общем вот так каждый под каждого косит в итоге ничего нового и не происходит один похож на другого другой похож на третьего я никого не могу даже выделить час вот там многие начинают выделять каких-то людей и сейчас но даже не знаю ну попробуйте назвать 10 там фрешменов в российском хип-хопе да вот за последние там ну полгода да назовите блять 10 фрешменов прям реально блять 10 чуваков которые прям в блять новое что-то делают ну хуй так ну там 3-4 человека вы назовете 5 тебе хватает пятерки на сутки не деньгах счастья пусть записывают главное чтобы не байт или вот я согласен с тобой да но опять же это очень сложно чтобы они не байт или потому что они же чем-то заработал что-то на музыке смешные бабки на самом деле там 100 150 долларов короче я заработал на тюнсе с быстрой жизни 180 может даже где-то так немного но он что-то капнуло но это спустя типа четыре месяца но это смешно правда я ну особо ничего не заработал на рэпе как бы депо ну да окей давай ну депозже уже не фрешмен или ты не или ты о другом говоришь вот именно за год скажите пацаны ну кто фрешмен но больше пяти людей назовите но нет у вас есть свое своя точка зрения но опять же не больше пяти правильно слышал таком челе как пабло занимается работой по моему место ног протезы нет для меня не слышал такому все жестко 1с и каждый пиздоболит что спиздил у него стиль как же мне это не нравится ну блять ну я про тоже пацаны даже не стараются смотрят на всяких модных ребят а ля фэйс а ля фэйс британ да какой а ля фэйс вообще как можно вообще ты ну выделим типы даже никто не может косить под фэйса никто не сможет закосить под фэйса потому что фэйс косит сам под лил пампа значит и уже костишь под лил пампа правильно даже не под фэйс там куча блять это он сам это все понял бля он сам все понимает никто не дурак ёпты все все понимают у него просто грамотно получилось ворваться в эту всю движуху как бы в эту хуйню заработать бабла и дальше он даже сам не хочет шквариться вот на этом же образе поэтому он и молчит сейчас пока что меня в общем если когда рэпер говорит что охуенно байтить надо уметь кто такой а лизер может цену я стараюсь мониторить иногда всю эту хуйню я видел что-то типа вписка программы и чел короче лизер по-моему ну лизер вот этот короче который типа байтит репереда и типа он такой типа да ну типа говорят что-то типа взял там с этого с этого он такой да не я типа не спи типа хотел сказать слово спиздить но типа сказал да я типа взял ну вот это байт да это прям лютейшие это прям люди сами даже не скрывают они проговариваются и говорят что они даже пиздят джимба и твет норм мемфис сделали мемфис да ты думаешь это может быть сэмплы там мемфис но это не мемфис просто это может быть такое ну фонг может назовешь это хотя бы но не мемфис мемфис наверно такое в мемписе можно делать нет сейчас рэп не тот как когда был уличный рэп а куда рэп то с улицы делся ну не знаю каждого свой наверно рэп цены правда один ходит и улицы есть шаристые люди кто этим занимается на улице кто делает свое дело на улице да а есть к венщики которые смотрят youtube и пародируют youtube ну пускай они свое делают мы же все прекрасно понимаем что есть что да когда слышим треки дело же в музыке правильно они там в образе или в чем-то но сколько начал читать рэп и бэн давно уже лет ну даже не знаю слишком много а ты на кизару за оригинального рэпера считаешь вот честно отвечу 50 на 50 оригинал на самом деле олежа очень ну он как бы как вам сказать он он оригинальный чувак он оригинальный он оригинальный но так как он знает английский так как он слушает много американского хип-хопа он психо ну подсознательно байт что-то иногда даже больше чем байтит понимаете у него бывает такое но это вот за счет того что опять же он слушает только американский рэп и понимает о чем они говорят как бы это заставляет его байтить до чуть-чуть это он это делает 50 на 50 вот и так отвечу на этот вопрос но при этом там есть оригинальность какая-то в любом случае из фрешменов только тейп остальные шляпы усатые вот я тоже так думаю даже за тейпу не могу сказать что он фрешмен правда но вот во всем вот в этом вот многообразие дерьма он фрешмен окей просто я вам уже говорил что я не люблю рэп с английскими вот этими оборотами где 50 процентов текста это английские какие-то вот сленговые какие-то вещи мне кажется то что он пренебрегает просто русским языком блять который можно пользоваться либо у него стиль такой но это не мое как бы я не осуждаю за это где-то берешь деньги на хлеб нас